всем доброе утро дорогие друзья доброе утро друзья с вами игромания на дворе 20 драматически на дворе 24 сентября мы сегодня расскажем вам что произошло из интересного вчера у нас сегодня чё ты ты меня сбил просто даже невербально как каким-то поведением намеками у нас сегодня довольно скромный но тем не менее бомбический выпуск плане того что угара будет столько же сколько и всегда и у нас есть несколько новостей от игромани что довольно необычно именно про нас а нас и вот это вот все я думаю вам будет интересно это все услышать особенно тем кто хочет работать да особенно тем кто задал бесконечное количество вопросов как мне работать в игромании и так далее. Сегодня появится аж два шанса. Вот так вот. С вами Артаваст Мурадзян и Захар Бочаров. Все еще. Если бы не мы, вы бы наверное спали сейчас. Вы бы наверное спали, так что любить или не любить. И мы тоже бы спали. Вам решать исключительно. Погнали, погнали. Да, давай начинать. Первая новость. У нас связано со свежими релизами. Уже такая небольшая традиция сформировалась. Во что поиграть сегодня, если вы подошли к своей консоли или ПК. На PlayStation 4 вышло продолжение боевика Afro Samurai про самурая с роскошной кучерявой шевелюрой. Ладно. Афро хотел пошутить, но не буду. Но ты в курсе, что теперь главный герой не Afro Samurai? Как у Василия. А я не знал, кто раньше был главным героем. Афро Samurai был раньше главным героем. А теперь его под заголовок как бы намекает, кто главный герой. Месть Кумы. Да. Расскажет о друге детства главного героя Куми. Игра поделена на три части. Первая из которых со вчерашнего дня доступна владельцам PlayStation 4. То есть получается с позавчерашнего дня. Да. Кума, я в двух слов скажу, вот это мужчина, которого на голове медведь. Это не просто шапка медведя. У него там внутри какие-то компьютеры и технологии. В общем, это шлем медвежий. Почти как Hotline Miami. Да, только круче. Hotline Miami нет внутри компьютера. Да, тут он еще и самурай. Целиком трилогию можно купить за 2196 рублей и чуть дешевле, если вы подписчики PlayStation Plus. Первый эпизод отдельно за 974 рубля. 9 октября Afro Samurai 2 доберется до Xbox One. В Steam вышел двухмерный платформер Tower Climb, в котором вам надо карабкаться по башне. С процедурно генерируемыми уровнями, то есть как вашим любимым The Binding of Isaac, и элементами рогалика, то есть как вашим любимым The Binding of Isaac. Игрокам предстоит исследовать огромные таинственные башни в роли, мне понравилось, как это написано на сайте, слабого по началу человека. Играть Tower Climb нелегко, то есть это хардкорная игра. Цена новинки составляет 349 рублей. Оформление в стиле ретро. Какая же инди-игра без оформления в стиле ретро. Оформление в стиле индии, я бы сказал. Да, это уже пора называть оформление в стиле индии или просто ставить печать индии шатина. Или просто отстойная графика, можно еще так говорить. Намеренно отстойная графика. Наконец, профинансированная пользователем Kickstarter The Book of Unwritten Tales 2. Приключения в стиле Point and Click добралась до Xbox One. Это история с юморком и пародиями на Хоббита и группой столов Пластилины Колец и Гарри Поттера. За нее просят 1200 рублей. Игра вышла на ПК в феврале. На прошлой неделе добралась до Xbox 360, PS3 и PlayStation 4. В общем, не густо. А что, Xbox One, значит, прокинули, да? Ну, наверное, заняло некоторое время на портирование. Не густо, конечно, сегодня со свежими релизами, но всегда можно поиграть в СОМУ или что у нас еще? Или посмотреть стримы на игрование. Или посмотреть стримы на игрование по интересным играм. FIFA вышла опять-таки на днях. Так что неделя такая хорошая, а день такой нелажный. Вот такая вот тема у нас с новыми релизами, да. Переходим к основному... А, нет. Переходим к блоку новости игромании. Да, не постоянного блоку. Да-да-да. Новости игромании – это не игромание утром, а новости. Внутренние новости, скажем так. Внутренние новости. Мы скоро начнем выпускать внутреннюю газету, делать специальные игромании утром для... Своих. Да, для своих только закрытые трансляции, чтобы получить возможность читать эту газету или смотреть эти новости. Пришлите на мой номер 1000 рублей... Нет? На долю секунды я поверил, что это не шутка. Я уже представил, как мы 20 минут до основного эфира сидим перед камерой, чешемся, материмся, рыгаем, говорим. Так, типа, новости игромания. Новости для внутреннего пользы не закончены. Артемий вчера плохо работал, но хорошо постримил там и так далее. Вот так он включен. 7 из 10. Так, почему вы поставили, я не знаю, рандом на игре икс 9 баллов? Где Георг? Где Георг? Да, и так далее. Да, Коли. Это было бы забавно. Когда посмотрят, сейчас в комментариях пишут, что посмотрели бы такое, но этого никогда не будет. Зато будут другие. Нет, чтобы такое посмотреть, на самом деле, очень просто можно сделать. Надо достаточно устроиться на работу в игроманию. Да. Будете это видеть постоянно. Так вот, да, подводочка от бога. Подводка в моем стиле, молодец. В твоем стиле, ага. Подводочка от бога в моем стиле, все правильно. Нет, нет, это никак не связано с Захаром, это просто хорошая подводка. Учись, Захар. Так вот, игромания открывает второй сезон. Жатвы. Да, мы жнецы. Жнецы. В общем, вы можете посмотреть на эту картинку и все понять. Это Олег Чемде. Это Олег Чемде. Вот и доля, и внутренняя игромания. Да, да. Так вот, игромания вновь нуждается в свежих душах. Я даже... Тут настолько великолепный текст, что даже просто прочитаю его. В свежих душах. Как всегда. Сегодня мы объявляем... Сами читай. Почему? Ты же так любишь читать тексты. В общем, я могу кратко рассказать, что это такое. Давай. Во время прошлой жатвы, так называемой, как мы назвали это событие, мы открыли конкурс пользовательских текстов среди наших читателей и, получается, теперь уже зрителей, в которой мы предлагали написать эссе по какой-то заданной теме. Нам пришло очень много работ, и после этого мы взяли в свой штат двух или трех, если я не ошибаюсь, новых авторов, которые сейчас с нами очень продуктивно работают, пишут обзоры на новые игры. В частности, вот обзор на Mad Max, я точно помню, был написан одним из наших новичков, которые присоединились к нам где-то весной. Количество текстов растет, мы растем, и поэтому... Не нравится мне эта ухмылка, но тем в лице хочется ее стереть прямо чем-нибудь. Мы открываем второй сезон жатвы, в котором снова ищем новых авторов. Какие условия? Выбирайте понравившуюся тему из списка, которую мы сейчас, наверное, огласим, хотя бы частично. Пишите статью, а затем присылаете текст с иллюстрациями на наш почтовый ящик ultra-streetwriter-sobako-igromania.ru, который указан в новости. Кратко рассказывайте о себе, о вашем опыте, присылайте, соответственно, текст. Наши редакторы его оценят, и те тексты, которые больше всего понравятся, и те авторы, которые больше всего впечатляют их, с ними свяжутся и расскажут, что делать дальше. А тема, наверное, озвучит Арик. Нет, нет, ты продолжай, ты их хорошо читаешь. Ну, ты, может, озвучишь тему все-таки уже? Я тебе всю подводку к новости сделал. Да, давай. Спасибо, великолепный Захар. Темы новости вы можете посмотреть на сайте, потому что их очень много, очень разные. Выборочные. Они, кстати, не имеют смысла абсолютно, потому что если вы заинтересованы, то вы обязательно зайдете. Они просто необычные, зачитай несколько. Ну, зачитай, если хочешь. Мне кажется, что в этом нет необходимости, потому что зачитывать новости, если человек заинтересован в авторстве, он пойдет и найдет эту новость, прочитает и напишет текст. Один из таких авторов, которые примкнули к нам после предыдущего набора, как мило обозвали наши редактора, это «Жатвой». Вот, это, например, Федя Сивов, который к нам приходит частенько на трансляции, которого вы видели. Да, кстати. Вот вам живой пример. Жатвы. Да. Жатвенный пример. Ну, быстренько все-таки назову пару тем, к примеру. Гонка спортивных симуляторов FIFA против PES. Очень актуальная тема в связи с недавним выходом FIFA 16. Источники вдохновения BioWare. Лучшие модификации для GTA V. Индия Апокалипсис и будущее независимых игр. Ну, то есть такие темы, на которые можно порассуждать, дать волю мысли. Это не какой-то там обзор, в котором вам, условно говоря, надо по полочкам разобрать игру, высказать свое мнение. Тут именно показывается возможность анализировать полет мыслей и так далее. Ну, не совсем так, потому что никому не нужно сочинение ваше на заданную тему, а нужен серьезный аналитический текст. То есть надо попробовать сделать хорошую статью, а не просто написать что-то невнятное, как в школе. То есть действительно провести так называемый ресерч и заинтересовать редакторов своей статьей. Можно экспериментировать с форматами, писать, не знаю, хоть левой ногой, там, не знаю, на пергаменте, но главное, чтобы это было прекрасно и очень интересно читать. Вы можете делать все, что угодно, как угодно, главное, чтобы это было хорошо. Это можно было отослать по электронной почте, ваш пергамент. В общем, ну, не смущайтесь, не стесняйтесь, пишите, как вы умеете и как вы хотите. Вдруг это ваше предназначение работать с нами, мы ждем новых талантливых людей. Не только авторов, но и контент-редактора в московскую видеостудию, например. Это уже постоянная работа, на удаленке не получится. Кто такие контент-редакторы? Это люди, которые готовят материалы для монтажа, берут текст, собирают разные видео, скачивают, раскладывают их по папочкам для того, чтобы монтажерам было удобнее делать свою работу. Одно из основных условий — это умение делать все это быстро. То есть задания поступают на постоянной основе, все время что-то новое, поэтому вам надо уметь сортировать прямо вот как машина, как конвейер, как профессиональные игроки в StarCraft 2. По предпочтениям нашей видеостудии они сказали, что видят на этом месте молодого человека примерно 22 лет. Можно и девушку или дедушку, как у нас написано в новости. В целом, возраст не так принципиален, но вот работа такого плана. Обязательно иметь игровые навыки, знание английского языка и проживание в Москве, потому что работа на постоянной основе. Если у вас есть опыт монтажа, это, конечно, очень хорошо. Также знание по фильмам и опыт фотографии и видеосъемки. E-mail есть в новости на нашем сайте, но вы, наверное, сейчас его видите тоже у себя на экранах. Хэштег в названии письма «Хочу работать в игромании» Лучший получит тестовое задание, ну а лучший из лучших, один лучший из лучших присоединится к нашей команде и будет иметь возможность лицезреть всю редакцию и всю эту работу изнутри. И посмотрим, насколько ему это понравится. И последняя, заключительная новость из рубрики «Новости игромании» Это замечательный анонс «Игромира», а точнее то, что мы будем делать на «Игромире». «Игромания» покажет самое интересное с «Игромира» в прямом эфире. Об этом я несколько раз уже вам рассказывал, но теперь есть суперподробная официальная новость. Вот. В двух словах расскажу еще раз. Мы с 1 по 3 октября, начиная с 11 утра и заканчивая где-нибудь с 6 вечера или около того, будем проводить все и отдавать себя вам полностью, но только через камеру, к сожалению, для, наверное, некоторых. Вот. Начнем мы с «Игромания» утром в 11 утра и продолжим где-то с 12 часов принимать гостей. Гости будут абсолютно разные со всех уголков мира, можно сказать. Будут люди из «Нотидог», будут люди из «Эйдос Монреаль», из «Кретьев Ассэмбли», будут наши разработчики, издатели. Касплееры. Касплееры? По-моему, да. Не знаю, с кем там Захар договорился. Тебе виднее. Да. Вот. Наши партнеры, это, естественно, было бы невозможно без наших прекрасных партнеров. Главный спонсор этого всего – это G2A.com, с которым мы давно сотрудничаем, благодаря которому мы вам раздаем G2A-гифт-карты. Вообще, Twitch, благодаря G2A, растет и радует вас каждый день. Также технические партнеры – это Agency of Internet Rights, компания Air, если коротко, которая занимается YouTube и помогает ютуберам, летсплейщикам и стримерам зарабатывать деньги. И компания Beeline, которая обеспечивает нам интернет, с помощью которого мы будем делать для вас эти трансляции. Вот, друзья, не пропустите, будет очень интересно, я вам точно говорю, потому что список спикеров составляю я, и там прям вообще… Вот, люди даже будут из Capcom, даже из Capcom будут, то есть прям вот все-все-все, это только маленькая доля. Все важные гости, которые будут на Игромире, заглянут к нам в нашу комнатку, пообщаются с нами. Ну и посмотрите, конечно же, на эту фотографию великолепную, ой, господи. Да, на которой только Георг смотрит в камеру, как любит отмечать Георг. Три дня, да, надеюсь, пожелайте нам удачи, потому что вы, конечно, все это будете смотреть, кто-то это будет для вас организовывать. Мы будем стараться, мы будем стараться. Вот, все, на этом новости Игромании закончились, переходим к основному блоку, дорогие друзья. Давай, Захар, жаль. Новая часть Resident Evil под названием Umbrella Corpse обойдется без одиночной кампании. Продюсеры Umbrella Corpse, которые анонсировали на прошедшей Tokyo Game Show, заявили, что в игре не будет одиночного режима, потому что игра заточена исключительно на кооперативное прохождение. Но, тем не менее, несмотря на такое заявление, в игре все же будет какой-то сюжет, который будет продолжать историю Resident Evil 6. Многопользовательский шутер формат подразумевает то, что еще после релиза игры к ней будут выпускать дополнения с новыми картами и оружием. Но вот такого, я так понимаю, полноценного сингла в стиле старых Resident Evil ожидать не стоит. Корпорация Umbrella уничтожена, напомним, по результатам событий Resident Evil 6, насколько я понимаю, потому что я недопрошел. Все верно читаешь. Но появилось множество других компаний, которые желают завладеть результатами ее исследований, и вокруг вот этого будет каким-то образом крутиться история новой части. Resident Evil Umbrella Corpse появится в продаже в начале следующего года на персональных компьютерах и PlayStation 4. Про версию для Xbox One пока что ничего не говорят, возможно, будет и она. Ждем подробностей каких-то деталей от Capcom. Да, немножко уточню. Вы будете одним из солдатов, которых будут рассылать маленькие компании, которые хотят захватить наследие Umbrella и приумножить его, и новых зомби народить. Будут сражаться с зомби в основном, я предполагаю, потому что пока что был показан такой геймплей, но мне кажется, что будет еще и против таких же бедных несчастных людей. А зомби показали? Я не помню. Конечно, в трейлере мы же показывали, обсуждали. Я отрываю себя. Там в основном, собственно, зомби и показали. Хорошо. А то было бы совсем печально, если бы еще и про зомби забыли. Да, Umbrella Corpse выйдет в начале следующего года. Про полноценную седьмую часть пока что ничего не известно. Да, будем ждать седьмую часть, потому что Umbrella Corpse пока это довольно темная лошадка, не внушающая доверие, так как попытка сделать кооперативный шутер уже была, и она как-то... Ну, кто о ней помнит теперь уже? А значит, была она не очень. Совсем не удалась. Совсем не очень. Следующая новость, довольно забавная, из категории сливов. Польская актриса проговорилась о сиквеле Wolfenstein. Напомним, что игра прошлого года по версии игромании Wolfenstein New Order теперь может получить продолжение. Недавно вспоминали, по-моему, вчера с тобой, да? Где-то так. Потому что актриса Алиция Бахледа, надеюсь, я это все правильно прочитал, потому что не силен в польских фамилиях, подарившая голос медсестре Ане Оливе, которая в Wolfenstein New Order ухаживала за Блажковичем. Вот, она заявила, что уже участвовала в работе над первой частью этой игры. Она не сказала конкретно, о чем речь, но было понятно, что это такой, знаешь, такой просто актерский слив, чисто актерский. Жирный наймок, жирный наймок. Да, да, да. Она сказала, что я уже участвовал в разработке над первой частью этой игры, сейчас мы делаем продолжение, разработка которой займет по меньшей мере еще два года, то есть, ждет 2017 стоит. Могу сказать, что я играла в одну из ранних частей проекта в детстве и была счастлива, когда сумела застрелить Гитлера. Что же это за игра? В каждой второй игре можно застрелить Гитлера. Я вчера застрелил Гитлера в Animal Crossing, поэтому все может быть. На данный момент Bethesda никак не прокомментировала это заявление. Так что, с одной стороны, это может быть что-то из категории, как Тридог Найт, актер, который озвучил Тридог Найт, устраивал там вот эту вакханалию с якобы тем, что он озвучивает новые диалоги. В итоге оказалось, что его вообще нет в игре. Да, теперь у нас еще одна будет новость про озвучки с Найт и Док связанные. Там тоже актер слил как бы вторую часть, но неважно, мы попозже поподробнее расскажем. Короче, если вы разрабатываете игры, повнимательнее следите за актерами озвучки, они довольно любят поболтать. Одно из двух. Либо они очень хотят вернуться к вам в игру, либо они действительно сливают вам продолжение. Вот мы-то не против. Наверное, вы против, если вы разработчик. Следите за этим. В общем, вот такие дела. Что касается Ульфенштейна, никто особо на него, по-моему, больших надежд не возлагал. Получилась весьма достойная игра. Такой прямо олдскульный шутер, мясной. Все как надо, все как мы любим. Я думаю, никто не откажется от продолжения, тем более, что он уже получил скачиваемое дополнение в виде The Old Blood, которого многим показалось мало. Мы хотим новую часть Ульфенштейна. Больше старой крови, друзья. Да, и то, что она, вероятно, где-то на горизонте, греет наши души. Ну и кто откажется от возможности убить Гитлера. Двинемся дальше. Коротенькая новость довольно. PC-версия Elite Dangerous будет поддерживать шлем виртуальной реальности SteamVR. SteamVR это очки, я так понимаю, Vive, которые разрабатывает совместно с HTC компания Valve и наш великий Гейб Ньюэлл. Студия Frontier Development заявила о том, что симулятор Elite Dangerous будет поддерживать SteamVR, наверное, тогда, когда он появится в продаже, этот самый SteamVR, то есть в начале 2016 года. Ну, обещают они внести обновление, которое позволит подключать HTC Vive к игре, то есть играть в Elite Dangerous вместе с HTC Vive уже в конце года. То есть, соответственно, готовится прям плотно к началу года, видимо, как было заявлено, что HTC Vive поступит в продажу в начале года с остальными VR-устройствами, такими как Oculus Rift и Project Morpheus, теперь уже известные как PlayStation VR. PlayStation VR. Все будут называться просто компанией и VR, мне кажется, к этому идут. Да, это довольно отстойно, но с другой стороны вводит какую-то классификацию, да, такую, там, я хочу VR от Sony или я хочу VR от Valve. Нет, это удобно, это по маркетингу, в принципе, верно, но HTC Vive мне нравится, как звучит, ну, то есть тоже не фонтан, но лучше, чем просто что-то VR. Мне в свое время, наверное, очень нравилось, как звучало PlayStation Vita, и что из этого получилось? Что касается возможности опробовать эту версию, наверное, сейчас думаю, что я скажу на Игромире, но, к сожалению, нет, попробовать можно будет на локальной выставке EGX 2015 в Бремингеме уже в ближайшее время. Ну, и вообще, мне кажется, космический симулятор с очками виртуальной реальности — это бомба, потому что бесконечный космос, ты как будто погружаешься в эти пучины, смотришь вокруг, как Мэтью МакКонахи проваливаясь в черную дыру. Мне кажется, это прекрасно, ну, а и сама по себе Elite Dangerous получилась весьма себе неплохой. По-моему, мы поставили ей на сайте 8,5 баллов. Напомню, что игра уже поддерживает Oculus Rift, если у кого-то он вдруг есть. Очень важный момент, ну, то есть, точнее, любопытный момент, я пробовал же летать в Oculus уже. В какой игре? Валькирия, которая... Да, иванлайн. Да, иванлайн, ответвление от иванлайн, которое называется Валькирия. Я пробовал забавно, но не особо впечатлило. Почему? Возможно, из-за того, что я его пробовал после HTC Vive, и, ну, как бы, ощущения были не такие потрясающие. То есть, прикольно, очень некомфортно, когда ты переворачиваешься вверх ногами, ты чувствуешь себя действительно не очень хорошо, потому что визуальный, ну, сигнал посылается в мозг, что ты, как бы, сейчас должен, по идее, падать... А тело сидит? Да, тело сидит и как-то, ну, такое... Вестибулярка должна поднимать бунт в такие моменты. Она поднимает бунт, да, и тебя официально сажают на стул, потому что ты не можешь, как бы, можешь упасть. Но самое, что, ну, как бы, меня немножко расстроило, и не то, что, может, не расстроило, а, ну, такая недоработочка, скажем так. Это, когда ты садишься, ты должен четко сесть в нужное место. Иначе, когда ты опускаешь голову, ты видишь такое тело... Своё? ...без головы, да. То есть, если ты, ну, не в правильное место сел, то у тебя голова, как бы, сдвигается либо назад, либо вперед. И, в моем случае, это был назад, я опускаю, у меня такое тело, и головы нет. Я такой, боже, боже, боже... Какие ощущения, когда ты видишь с под собой тело без головы, у меня интересно. Я такой, блин... В очках виртуальной реальности. Не, я сразу такой... Я покинулся. Иначе, такой, о, вон, а место встало, полетели. Вот, так что это действительно будет круто, я обязательно буду пробовать. Я точно не буду пробовать ужастики в очках виртуальной реальности. Не за что, не за что. Я вам говорю, вы не хотите этого, то есть, даже если вы... Я не боюсь... Март 2016 года, Арик начинает стримить какой-нибудь ужастик. Эллисон Роуд, да. Да, для того, чтобы собрать зрителей и поорать. Нет, это ужасно стрёмно, потому что я когда... То есть, вот даже, я уже рассказал, сейчас пару слов скажу, новостей сегодня много. Да. Когда вот из тестера HTC Vive, я не устану, понимаешь, что... При том, что это было, ну, не хоррор какие-то моменты, но было настолько тревожно. То есть, прям вот, как будто сейчас оно вот действительно тебя там, знаешь, схватывает. Особенно, когда ты под водой там находишься и говоришь, господи, как дышать-то, я же под водой. Ну, то есть, в таком духе, это на подсознательном уровне работает. То есть, ты мозгом, если ты можешь, в принципе, себя заставить мыслить правильно, то тогда тебе сразу будет неинтересно, абсолютно скучно. Если ты такой, а, ну, да, да, виртуальная реальность, ну, вот же там, типа, мой стакан с чаем, там, типа, вот. Ну, то есть, это можно сделать, но это будет абсолютно неинтересно. А если немножко отдаться игре, скажем так, то тревога... Я поэтому не понимаю, как Элисон Род, вообще, кто купит его для виртуальной реальности, потому что реально можно схватить инфаркт. Есть люди с остальными органами. И, более того, ты меня подрастроил немножко. Мне казалось, что VR в космосе, это должно быть просто... Просто вообще такой вынос мозга, что вот я в космосе, как Portal 2. Возможно, из-за того, что я и пробовал это после HTC Live, у меня просто притупились... Я понадеюсь на это. ...восхищение. Я попробую G2A Land на Игромире. G2A Land попробуй на Игромире. Тогда мы поговорим. Тогда мы поговорим. На нашем стенде, напомним, что будет на Игромире Oculus Rift, который сможет попробовать любой желающий, естественно, в порядке очереди, я предполагаю. Вот, так что, если вы хотите, сразу вам скажу, если вы хотите попробовать какой-либо VR на нашем стенде или еще где-то, обязательно займите очередь и придите как можно раньше, потому что то, что я видел на Gamescom, как это происходит, то есть люди сидят, и там прямо отметочки в очереди. 2 часа, 4 часа, 6 часов. А, то есть можно встать в очередь и уйти через некоторое время. Уйти? Нет. Ну, теории можно уйти, но все сидят, потому что это примерная прикидка времени. Понимаешь, что ты уйдешь, и потом могут уйти те, кто перед тобой, и ты уже не вернешься. Короче, как в больнице, да. В общем, действительно, представьте, что вы идете в больницу, но в конце будет весело. В отличие от. Окей. Перейдем к следующей новости. Тоже коротенькая такая. Да. Она коротенькая, но приятная для обладателей Xbox One. Battlefield Hardline добавят в библиотеку EA Access. Вот так вот. Спасибо. Electronic Arts. Да. Обама. За это. Вот. В двух словах расскажу, что это все такое. Electronic Arts собирается добавить сетевой шутер Battlefield Hardline в игротеку. Волт доступен подписчикам EA Access. EA Access это такой сервис, работающий только на Xbox One, где вы получаете доступ к старым играм. Ну, к старым играм, таким как, например, Battlefield Hardline. Не очень... Старые ее. Не очень старым, но и самым свежим. Такие, как, например, FIFA 15, NHL 15. Или Rory McElroy PGA Tour, который я вижу тут на береге. Rory McElroy PGA Tour. Rory McElroy. Вот. Захар, смеяться над минами это уровень пятого класса. Я просто очень... Во всяком случае в эфире. Мне очень нравится, как оно звучит. Серьезно. Ладно, хорошо. Dragon Age Inquisition в том числе. Не самая, ну, как бы, старая игра, скажем так. Titanfall. Peggle 2, что бы это ни было. Ну, не, ну, шучу, конечно, но тем не менее. Ты играл в Peggle 2? Нет. Она божественная. Вот. Plants vs Zombies Garden Warfare. Первая часть, точню. Madden NFL. Madden NFL 15 и 25. Вот. В общем, норм так. Подборочка для тех, кто это все пропустил. Battlefield 4 в том числе. И теперь это пополнится Battlefield Hardline. Помимо этого, это только Vault, так называемый. То есть, хранилище. А есть еще основная функция EA Access, на мой взгляд. Это то, что дает доступ к некоторым, чуть ли не ко всем, но ко многим играм EA за неделю до релиза. Например, FIFA 15, которая вышла буквально... 16. Да, 16, извиняюсь. Вышла буквально пару дней назад. Если у вас был бы EA Access, даже вам не обязательно было бы иметь... То есть, вам не нужно иметь игру, чтобы в EA Access поиграть какую-нибудь игру до релиза за неделю. То есть, достаточно подписки EA Access, которая стоит 249 рублей в месяц и 1200 рублей за год. Но справедливость ради, по-моему, версии игры не полная. Правильно? Там какой-то вот дают тебе кусочек попробовать. Случай с Battlefield Hardline, когда он выходил в EA Access, мы стримили. Да, она была не полной. Был пролог и, по-моему, первая голова или что-то типа того. Вот. Случай с FIFA, насколько я понимаю, она была полная. Полноценная? У меня есть еще... Я не пробовал сам лично. Это зависит от игры в общем. Да. Есть детали, но тем не менее, вы можете попробовать и решить для себя, хотите выбрать полную версию. Кстати, Star Wars Battlefront тоже будет в EA Access доступен для Lightly Xbox One чуть пораньше. Поэтому, если вы ждете, возможно, время сделать подписку. В двух словах полезную информацию, которую надо выдать сегодня обязательно. Друзья, у вас последний шанс сегодня купить Fallout 4 со скидкой 15%. Потому что с завтрашнего дня будет новая скидка. Очень крутая. Не такая, конечно, крутая, как Fallout 4. Ну, а что может быть такое же крутое? Да, это просто вышечка. Но, тем не менее, тоже один из важнейших релизов этой осени, скажем так. Завтра узнаете, что это. И будете счастливы, я уверен. Потому что я обрадовался очень сильно. Еще один крутой хит в нашей библиотеке скидок. Поэтому и напомним, кстати, друзьям нашим, которые собирают наклейки на плакат с самого начала года, чтобы вы продолжали это делать. Потому что в конце среди тех, кто собирает все наклейки физические на наш плакат, физический, будут участвовать в розыгрыше консоли нынешнего поколения на их выбор. Так что это все очень здорово и окупится в будущем. А, код для Фоллаута, да, игры F4. Напомню, в последний раз, знаешь, как уезжать домой из отпуска. В последний день. Напомню, в последний раз, что вы можете купить Фоллаут 4 со скидкой 15%. Я больше тебе скажу, что я сейчас после эфира побегу это делать, потому что я в итоге забыл это сделать. Серьезно? Я хотел все это время это сделать и все время, ну не до этого, реально. Подготовка к играм мира просто отжимает не то, что купить игру. Я даже, ну там не могу ничего запустить, даже времени не хватает. Купи Фоллаут 4 вместе с Аликом. Вот такая вот у нас акция в последний день. Вперед. Да, игры F4, русская версия, ссылочка есть в описании, как обычно. Вперед. Да. Следующая новость связана с Noity Dog и слухами о The Last of Us 2, которые в последнее время участились в интернете. Не абы кто, а... Нил Дракман. Да, Нил Дракман сам, это креативный продюсер, по-моему, если я не ошибаюсь, студии Noity Dog, который работал на The Last of Us и работал над Uncharted. Решил прокомментировать журналы Official PlayStation Magazine многочисленные там высказывания относительно сиквела The Last of Us, и, в частности, вот это вот последнее в прямом эфире, которое вы с Георгом обсуждали здесь, в этой студии. Нил говорит, что для него было неожиданностью услышать это от своих сотрудников, потому что, на самом деле, даже руководство и какой-то топ-менеджмент компании еще не знают, что будут делать с The Last of Us 2. Там даже не от сотрудников, а вот от Нолана Норта, вот этот он комментировал изначально, да. Потому что Нолан Норт говорил, что это актер озвучки, напомним, об этом я говорил чуть раньше, если помните. Он говорил про то, что его, по-моему, не пригласили. Не пригласили, да. Мы там разбирались в этой истории, оказалось, что его персонажа не стало в первой части, поэтому его не пригласили. Но, тем не менее, сам факт озвучивания того, что есть The Last of Us 2, он там был, и поэтому это породило такую волну, которая только нарастала. Нил признался, что у его команды были несколько наработок относительно сиквела, включая продолжение истории Элли и Джоэла, или даже с новыми персонажами. Научно-фантастическим проектом они хотели. Да, это какие-то другие сеттинги, я так понимаю, там был... Фэнтезийной игрой, я думаю, господи, окститесь вообще, делайте дальше про Элли и Джоэлли. Почему? Как было бы круто, ты что? Какая-нибудь sci-fi игра от Naughty Dog, фэнтези игра от Naughty Dog. Сай-fi да, фэнтези от Naughty Dog, я не знаю. Мне кажется, это было бы потрясающе. Но я хочу, чтобы они сделали новую, но не забивали на The Last of Us, потому что я обожаю The Last of Us. Есть просто некая проблема относительно фэнтези. Фэнтези очень сложно сделать оригинальным и интересным. Если это не Dark Souls. Опять эти гребаные эльфы, я очень извиняюсь перед теми, кто считает себя эльфами, и у них есть эльфийские имена. Есть такие люди, поверьте. Ты зря смеешься. Среди наших зрителей, надеюсь, нет. Я уверен, что есть даже среди наших зрителей толкиенисты, тем не менее. Но в очередной раз что-то про эльфов хочется. Ну, есть же Dragon Age, есть же Ведьмак. Ну, настолько фэнтези в покое. Да фиг знает. Постапокалипсис тоже был, но вот какой у них взгляд-то классный. Постапокалипсис, как сказать, не бывает много, потому что он... Редкий, ты хочешь сказать. Там можно прям кучу... Ну, ладно, это сложный спор, просто я предпочел постапокалипсис лучше, чем фэнтези. Ну, я тебя понял. Но в то же время мне очень интересно, что может сделать Naughty Dog в других сеттингах. Кстати, видел, они отменили Jack 4. Они отменили Jack 4, потому что они его разрабатывали в сети, появились концепт-арты, по-моему, тоже мы это обсуждали. Вот, и, очевидно, в пользу The Last of Us. Ну да. А теперь работа над The Last of Us 2 приостановлена для того, чтобы завершить Uncharted 4. Ну, собственно, Нил Драгман сказал, что он уже был готов вот этот список, что мы перечислили в фэнтези. Они уже готовы были отрезать самые плохие идеи оттуда и оставлять, собственно, самую золотую. И в этот момент они начали заниматься Uncharted 4. И, видимо, уже это наше рассуждение, мои личные, и не только, в принципе. Они, наверное, возобновят через несколько месяцев, когда закончат полную работу именно по разработке на Uncharted 4, по работе над самой игрой, и перейдет уже в маркетинг игра. Вот, тогда, я думаю, они уже пересядут плотничком за Last of Us 2. Открывает такой представитель Sony дверь и просто бросает на стол папку с надписью Uncharted 4? Ну, если честно, мне кажется, основной выбор у них сейчас, у них основных выборов два сейчас. Продолжать эту историю, либо делать абсолютно новую историю. То есть, условно, пойти по пути Uncharted или пойти по пути Final Fantasy. Я понимаю, что это не надо встать. Да-да-да-да. Первое, что пришло в голову, сейчас объясню, что я имею в виду. В Final Fantasy там все игры, они номерные, но ни одна игра не продолжает историю другой. Ну, там, я не говорю в случае. Есть нюансы. Есть вариации. В номерных, по-моему, нет. 10-10-2. Это не номерная, это продолжение. Ну, 10-2, ну, окей, я тебя понял. 10-10-2, нет, я имею в виду полноценные номерные. То есть, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Ни одна не продолжает другую. Соответственно, я думаю, что либо этот путь они изберут, скорее всего, почему-то, мне кажется, чем продолжат историю Элли Джоэла. Хотя я бы с удовольствием поиграл бы в продолжении истории. Ну, я тоже хочется, на самом деле. Мне тоже хочется увидеть продолжение истории про взрослую Элли, про старичка Джоэла. Я не знаю, но, надеюсь... Что бы ни сделали, ребята, извините дух? Да, мне, кстати, очень понравился этот сюжетный ход в Dishonored 2. Очень понравился, что они не стали дропать вот эту вот историю, несмотря на то, что там ее завершили несколькими способами. Выбрали каноничную концовку и продолжают ее. Это круто. Я надеюсь, там будет трилогия, и третья часть тоже будет про них. Про каких-нибудь уже внуков Корва. Ну, может быть. Но интересно вот следить за историей человека. Сделали же вот в Assassin's Creed, вторая часть, почему все любят, там сделали аудиторию этого живого парня, и всю историю его, короче, от рождения буквально до смерти. И это офигенно. Это самый запоминающийся персонаж. Но есть и минус в таком подходе. Я сразу на Beyond Consoles. Это да. Есть. Не хочу сразу забыть. Это проблема реализации. Не всегда всем дается. В общем, ноти-док я доверяю в данном случае больше, чем Quantic Dream, потому что ребята не вяжут французских веников, они вяжут серьезные взрослые игры. Вот. Хорошо. Хорошо. Возражений нет. Возражений нет. Да. Движемся дальше кратенько. Давай. Кратенько. Объявлено... Ну, собственно, я давай. Я сам сам благодарю, не обращаю внимание. Объявлено системные требования Street Fighter V. Для тех, кто ждет Street Fighter, естественно. На ПК что-то с вами не так, но это уже другой вопрос. Capcom объявила системные требования PC-версии своего файтинга. Чтобы только запустить игру, понадобится компьютер с процессором не хуже Intel Core i3-4160, 3.6 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GTX 480, 570 или 670. Но, очень важно, что это просто запустит игру. Вряд ли вы сможете комфортно играть на этой конфигурации и на этих конфигурациях. Для комфортной игры разработчики рекомендуют вам заиметь Intel Core i5-4690K с 3,5 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GTX 960. Фу. Молодец. Мы впервые это сделали в прямом эфире, на самом деле. Мы сделали это впервые в прямом эфире. Да. Зачитали все эти подробные характеристики. Я знаю, что многих интересует. Я даже когда был таким, как многие зрители, то есть ПК-боярином в детстве. Да. Я тоже всегда, когда покупал дисочки, смотрел системные требования и с трепетом думал, подойдет или нет. Потом 10 раз ходил и обменивал диски, продавцы меня ненавидели. Так что я прекрасно, в принципе, понимаю, но требования вроде как не особо адовые, но для файтинга важно, чтобы все было кадр в кадр, иначе вы будете проигрывать в онлайне. Еще надо сказать, почему многие ждут Street Fighter V на ПК, потому что он не выйдет на Xbox One. То есть он консольный эксклюзив для PlayStation 4. А то фанатов Xbox One в России прям миллиарды. Нет, ну слушай, есть фанаты Xbox One. Меньше, чем обладатели, я не фанат, неправильно, я не верно сказал. Обладатели PlayStation 4 или Xbox One? Конечно, меньше, но очень многие играли в Street Fighter 4 на Xbox 360, я уверен. Несмотря на неудобные крестовины, несмотря на какие-то там другие сложности с доступом в интернет, если вы понимаете, о чем я, пираты. То многие, может, сейчас будут играть именно на ПК в Street Fighter V. Безусловно, будет играть на ПК, и, как сказать, если у вас есть PlayStation 4, вы хотите Street Fighter, я думаю, очевидно, что вы возьмете ее на консоль, потому что все-таки файтинг – это консольная тема. Я понимаю, что я сейчас звучу, возможно, немножко консервативно, но тем не менее. Нет, в последнее время лед немножко топится, выходят какие-то вещи на ПК, но популярнее они, по-моему, все же на консолях, даже если смотреть по продажам. Вот такие дела. Не будем, наверное, углубляться в холивар, лучше двинемся дальше в прекрасный мир музыки. Потому что композиции из Fallout 4 и Metal Gear Solid V The Phantom Pain исполнили вживую. Это, как я люблю говорить, созерцательно-слушательная новость. Давай я имя его прочту, чтобы ты не засмеялся. Хорошо, давай. Инан Зур, композитор Fallout 4. Fallout 4, все правильно. Сыграл главную тему из своей грядущей игры на фортепьяно в собственном доме. Попутно он рассказал, как создавался саундтрек четвертой части серии. За главную тему вы, кстати, могли слышать в анонсном трейлере Fallout. Я даже сейчас в виде исключения впервые в жизни включу звук на трансляции. Ну, с какой игрой, если не с Fallout 4 можно было это делать? Потому что он отличный саундтрек написал. Ты продолжай. Хорошо, я просто хотел, чтобы это было под заглавную тему из Fallout 4. Хорошо, ладно. Все, я включил, друзья. Надеюсь, вам слышно. Я таким спокойным голосом буду говорить. Тот Говард, когда прослушивал главную тему Fallout 4, ее черновую версию, сказал, что финальный вариант мелодии должен быть теплее. Поэтому к уже существующему добавили звучание, добавили электронное пианино. Это оказалось именно то, что надо. И теперь поклонники будут слушать клавишные звуки не только во время заглавной темы, но и в полной версии игры. То есть какое-то такое фортепианное сопровождение будет сопровождать... Фортепианная музыка будет сопровождать нас на протяжении всего путешествия по пустоши. Вот такие дела. Я вчера с удовольствием послушал. Вам тоже рекомендую посмотреть полное видео, потому что здорово. Здорово, когда опытный человек, профессионал делает классно свою работу, и при этом это будет в классной игре. Композиторы вообще получают от меня похвалюшку, потому что пишут всегда. Ну вот Инан Зур, он вообще просто... Ну правда, вот эта тема Fallout, особенно... Мне версия для фортепиана не так нравится, как финальная, которую отправили с Тоддом Говардом. Потому что, когда она звучала в трейлере, первый раз я прям... Боже мой, это великолепно! Ну она реально такая тепленькая получилась, хорошая. Причем, знаешь, она вроде как серьезная, но при этом без лишнего пафоса. Там нету вот этого, как любят, знаешь, в Skyrim или какой-нибудь RPG, да в Ведьмаке даже том же. Я не говорю, что это плохо, да, но барабаны, духовые, чтобы все было громко, чтобы у тебя органы тряслись внутри. Я даже не услышал, что ты сказал. Ну, утра, да, я сказал. Я думал, это был какой-то едкий комментарий. Ну ладно, это не единственное видео, которое мы собрали в нашей импровизированной музыкальной подборочке. Еще Донна Бёрк, которая исполняла песню Sins of the Father для Metal Gear Solid V за главную композицию, она спела это вживую, поскольку песня довольно такая необычная и надрывная временами, то здорово наблюдать, как это исполняется в реальном времени, а не в записи. Действительно, ну, Кодзима не ошибся, я думаю, ему не нужно, как и зрителям, наверное, моих одобрений по этому поводу. Кодзима не ошибся, как минимум, когда, ну, то есть, было понятно, что с музыкой, мне кажется, он проработал даже больше времени, чем с какими-то моментами, может быть, внутри игры, потому что там же была новость про то, что одна девушка, я помню уже, как зовут, исполнительный композитор написала три песни, 30 песен, и он всех купил и потом не включил в игру. Очень много денег, вот, да, вот это было... Купил не свои деньги, естественно, отдал, а деньги Канами, да. Много денег было потрачено именно, да, вот на какие-то такие сопутствующие вещи. Возможно, это и стало причиной, по которому все-таки легонечко пнули под зад. Но, тем не менее, пока что можно посмотреть это видео и насладиться прекрасным искусством музыки. Любите музыку, друзья, музыка создает атмосферу, львиную долю зачастую атмосферы, в игре без нее совсем по-другому все воспринималось и игралось. Цените. Да, все, вернем записи Василия, а то я уже чувствую, как Василий взбунтовался и такой, как бы, посмелее. Я чувствую, что он и кает пока что только, еще не знает, в чем причина. Вот, да, вернем все на круги своя и продолжим с новостями. Да, следующая новость. Вновь про The Last of Us, у нас такая небольшая рокировочка. В The Last of Us. Обновленную The Last of Us продают по случаю юбилея эпидемии. Вот такой вот интересный способ сделать скидочку на игру, я бы сказал. Юбилей эпидемии. Да, юбилей эпидемии. Всем Last of Us, пацаны. Всем Last of Us, да. Ну, Last of Us я создал. Naughty Dog снизила цену на The Last of Us Remastered с 2899 рублей до 1299 рублей. Что очень хорошая цена за The Last of Us. У большинства юзеров наверняка есть подписка PlayStation Plus, и игра вообще обойдется вам тогда в 1169 рублей. Я, на самом деле, походу, ее куплю сегодня. У меня сегодня день покупок, потому что ремастер The Last of Us у меня до сих пор нет. У меня стоял выбор купить или взять у Георга, пока Георг побеждал. Что ты натворил? Что? Я теперь тоже хочу купить ремастер The Last of Us. А ты тоже, это вообще просто был такой же выбор, потому что ты тоже хотел взять у Георга. Я взял диску Георга, прошел его один раз, но не выбил платину, потому что, ну, я проходил просто на высоком уровне сложности, и теперь мне снова хочется купить золото. Ты демон. Я с первого раза проходил на высоком уровне. Я в первый раз проходил на нормальном. Э, нормал, скучно. Вот, кроме того, владелец PlayStation 4 могут приобрести дополнение Left Behind отдельно от игры, напомню вам. Оно отличное. Приобрести, да. Не приобретайте его отдельно, потому что просто накиньте и купите, блин, полную версию игры с дополнением, друзья, потому что это игра. Это вех в игровой индустрии, намного больше, на мой взгляд, даже, чем Uncharted, но сейчас в меня полетят опять тухлые помидоры, потому что я сказал гадость про святыню-святынь для Захара. Uncharted крутая игра, но тем не менее, Last of Us это вообще прям... В общем, чуть дороже 1500 рублей, если вы подписчик PlayStation Plus, вам обойдется этот комплект. Нет, дороже тысячи. Ну, я имею в виду комплект с Left Behind. Так Left Behind же входит в ремастер. Нет, его можно купить отдельно. Это в леве, что не входит? А, ремастер, все правильно. В Афтопассе ремастер, по-моему, там вместе с дополнением. Все правильно. Дополнение можно купить. Хорошо, сейчас меня Захар немножко смутил. Я прекрасно тебя понял. Да, ты прав, действительно. Я забыл, что дополнение вышло в виде отдельной игры. Это случилось где-то весной. Ты прав. Можно купить либо в составе ремастера, либо отдельно. Но отдельно действительно нет смысла. Ты все правильно сказал. Опереди у меня на полшага. Ты прав. На колени. Чертовски. Извиняюсь. Акция продлится до 8 октября, поэтому есть некоторое время, но лучше поспешите. Самое главное скажу, что это приурочено к эпидемии, которая произошла 26 сентября, то есть через два дня произойдет эпидемия в 2013 году, если вы живете в 2013. Так что бойтесь, не выходите на улицу, запритесь на чердаке. Но вероятно, все ничего не случится. Лучше поиграйте Last of Us. Напомню, что у нас есть очень любопытная статья на сайте, я ее даже сейчас вам покажу. В двух словах объясню, что этот грипп, кардицепс, он существует в природе, но не распространяется на людей. Господи, какая жуть. Я вот каждый раз смотрю. Статью написал наш бывший главный редактор Алексей Макаренков, очень интересно. Напомню, что он также имеет врачное образование. И это очень интересно с этой точки зрения, как минимум. Вот как выглядит грипп в реальности. Он обычно в насекомых вселяется, прорастает в них и убивает. Жуть, кошмар. Не читайте, если вы нервный ребенок или беременная женщина. Я хочу еще сказать, что он вроде еще даже умеет управлять какими-то организмами. Он не обязательно их убивает. Он какое-то время управляет, но финал всегда один и тот же. Ну да, исход, един. Почему-то жуткая статья, то есть не жуткие картинки. Не гуглите, потому что вам будет плохо. Но тем не менее, да. Сейчас такие кугл. Когда говоришь, не гугли, да. Открыть картинки, игромания, что ты рекомендуешь. В общем, да, статья интересная, картинки ужасные. Читать надо, играть тоже надо. Тема дня. Тема дня. Движемся к теме дня. Ой. Гонщик-нарушитель оправдывается тем, что учился ездить на PlayStation. Расскажем, в чем была ситуация. По-моему, даже лучше, чем та утка про то, что подростка зарезала диском от Xbox. Это все-таки была утка, да? По-моему, да. Но там не было подтверждения ни на одном сайте, кроме желтушного. На прошлой неделе в Британии состоялся суд над 24-летним Адамом Джонсоном, не путать с Адамом Дженсоном, который в апреле рассекал по городу на скорости выше 160 км в час, потому что спешил к своей девушке. А я и шалун. Да. Для того, чтобы его остановить, организовали погоню в стиле GTA. Там было несколько полицейских машин, он пытался уйти от погони, столкнулся с другими припаркованными машинами. В общем, полный фарш и крутизна. Ну, со стороны это как было, как в голливудских фильмах. Да. Но в полицейском участке выяснилось, что у него никогда не было прав, и он не ходил в автошколу. Но Джонс заверил, что ездить он умеет, потому что учился этому в гонках на PlayStation. Тогда ладно, все такие. Ну ладно, выходи тогда, оправдан полный. Жалко, не сказали, о какой игре речь, потому что это очень важно, GTA или Gran Turismo. Little Big Planet карта просто. Вот этот тряпичный сайт. И ты понимаешь, что если ты режешься, ничего страшного не будет. Little Big Planet был бы, если бы у него еще на крыше пару человек хватались бы за крышей. Да, да, да. И у них еще так тело было немножко позади, как будто ветром сдувая, да, сами они ручкой держались. И рожу бы еще корчили по пути. Да, да, да. В общем, на самом деле не смешно, но действительно. Молодого нарушителя наказали, посадили в тюрьму на три года, запретили управлять автомобилем на PlayStation. Когда он все-таки надумает сдать тест по вождению, ему предложат усложненный и расширенный вариант. Вот такие вот дела. Даже не знаю, что... На PlayStation. На PlayStation. Сдашь права, нет, предположим, возьмем за аксиома, что это он учился в GTA играть, ему, значит, надо будет на права сдать в Gran Turismo. Там как раз, когда начинаешь, тебе надо сдать на права. А, да? Я никогда не играл в Gran Turismo. Это происходит, и, конечно же, это получается широкую огласку, потому что есть, во-первых, хейтеры игр, которые просто начинают законопроекты всякие предлагать и запрещать геймеров, и сжигать их на костре. Запретим играть людям в Little Big Planet, потому что, не знаю, какой-нибудь сумасшедший человек застрелил людей где-нибудь, и просто у него на компьютере нашли игру. Вы не поверите, на компьютере игру. Вот. И, ну, в общем, вот такие вот абсурдные вещи. С одной стороны, это весело, с другой стороны, это немножко настораживает. Я хочу сказать, что мне кажется, это просто, ну, он от растерянности серьезно это сказал. Ну, я прям вижу этот диалог в полицейском участке, когда его... Ну, как вообще парень, там, 160 км в час, прав... Ты что, дебил? Ты где вообще учился? Он такой оторопел и говорит, ну, ну, PlayStation, там, может, с утра поиграл, и типа вот так вот. Ну, то есть, ну, естественно, это смешно, но парень сел бы без прав за руль, даже если бы у него не было PlayStation. Но я не понимаю, ну, я надеюсь, он хотя бы с рулем катался, если честно. От PlayStation-то с него руля не было, он только пришел, снял, как гонщик. Как заставки Симпсонов, да. Поставил туда вот руль такой, ну что, я готов. Я имею в виду, когда он на PlayStation учился, я надеюсь, он хотя бы с рулем, а не с джойстик играл. Потому что если... С рулем, да. Если жестика, это совсем печально. Такая вот позитивно-печальная новость. Ну, все закончилось хорошо, я так понимаю, никто не умер. Ну, несколько машин он повредил. Несколько машин повредил, ну, наверное, компенсирует, там все-таки страховки и все дела. Парень сел в тюрьму, ну, бывает, он бы сел за это преступление, даже если бы, ну, там, никак не... Не играл. Ну, да, не фигурировал. Ну, ты нарушаешь закон, ты садишься в тюрьму. Мне кажется, это, знаешь, антилер-компания, маркетинг Xbox. Такой, только играя в Forza, ты сможешь водить. Like a boss. Да, он бы такой, полицейский, остановитесь, пожалуйста. Останавливается, вопросов нет, скорость не превышена. Да-да-да, весь забрендированный такой Xbox. Да-да-да. Все ли хорошо, господин офицер? И выглядит подозрительно похожим на Филу Спенсера. Такой, типа, все хорошо, нарушений нет, спасибо большое, удача на дорогах. Не хотите ли чего-нибудь опровергнуть? Да, в твиттере сидит такой параллельно. Вот, надеемся, что вы умнее, чем этот пассажир, скажем так. Все надо делать по-моему. И не будете делать такие вещи, будьте аккуратны на дорогах, если вы используете машину по прямому назначению, вот, то водите аккуратно, соблюдайте правила, не ездите по полосе общественного транспорта. Кстати, да. Потому что это нарушение закона. Безумно напрягает. Да, безумно напрягает. Да. Вот, мы вас всех любим. Пора заканчивать? Пора заканчивать. Мне кажется, это прекрасная нота для того, чтобы закончить. Сегодня вечером будет игромания уже не та с новым названием, но приходите, будет интересный выпуск, будем говорить про спортивные симуляторы и вообще про феномен этого направления, скажем так. Потому что многие не понимают, не хотят понимать и считают это чем-то постыдным играть в спортивные симуляторы, а это не так. Поговорим, обязательно будет интересный гость. Днем, возможно, будут трансляции, к сожалению, панзара сегодня не будет, он будет на следующей неделе. Так что, друзья, увидимся с вами сегодня еще как минимум один раз. Увидимся с вами в прямом эфире. С вами были Артаваст Мурадян и Захар Бочаров. Спасибо, что смотрели нас. До завтра. До завтра. Нежно так. Все, пупсики. С вами был Игорь Негода.